Джеб-джеб и правый кросс. От этих комбинаций за 14-летнюю карьеру Муслима пострадало уже более 400 человек. Финалист Олимпиады, чемпион мира и победитель Евроигр. Гаджи Магомедов жаждет покорить новые горизонты. Мы начинаем с малого, начинаем с 6-раундовых боев, потом будет 8-раундовый, потом 10-раундовый, потом 12-раундовый. Конечно, у нас планы очень большие. Я думаю, у многих спортсменов, боксеров такие же, стать чемпионом мира среди профессионалов. Абсолютно чемпионом мира среди профессионалов. Поэтому мечтаем пока. Думаю, надо исполнить эту мечту. Профессиональный и любительский бокс – совершенно разные виды спорта, считают специалисты. Подопечные Рашид Бека Ахмедова лучше других оснащены технически. Сам тренер не был сторонником перехода, но после пандемии поменял решение. По его словам, своим трудом и упорством Гаджи Магомедов способен адаптироваться к более жестким правилам. Все мне говорят, наверное, туда не надо идти. Это немножко непрофессиональный стиль у них, ведение манеры боя. Но возьми Усика, возьми Усика. Тоже неударный бойец. Тоже у него мало боев, где он выигрывает нокаутами. Однако результат есть. Надо мечтать, надо цель ставить. А чем хуже Усика, то может быть другого. Надо же работать и стремиться к этому. Ничего невозможного нет. Переход в профессионалы не отвлечет муслима от олимпийской мечты. Серебро в Токио боксер считает неудачей, поэтому игры в Париже все еще держат в приоритете. На первом месте у нас остаются олимпийские игры, которые пройдут в Париже. Главная цель – Париж. И пока мы будем идти в Париж, параллельно мы будем выступать в профессиональном ринге, набирать рекорд, чтобы потом поздно не было. Чтобы после Парижа я мог делать несколько боев и потом чемпионские. До боя остается 30 дней. Тренировки идут без кардинальных изменений. На первом этапе было больше работы над общей физподготовкой. Основная часть и спарринги запланированы на сборе в Сочи. Туда муслим отправится уже через несколько дней.